Исторический квартал в центре Красноярска превратится осенью в огромный лего-конструктор. Дома разберут, а потом соберут, но уже с новыми элементами. Не сегодня инвесторы, не архитекторы рассказали о деталях реставрации объектов культурного наследия. Все подробности в сюжете далее. Государственные экспертизы, проект исторического квартала прошел и одобрен. Объекты культурного наследия будут сохранены, какими они были сто лет назад. Но каждое здание получит современную функцию. Две гостиницы, общественный центр, ресторан. Свои офисы здесь намерен расположить инвестор, который переведет в Красноярск часть столичной резиденции. Также они примут участие в благоустройстве площади революции и сквера имени Сурикова. Есть проект, он реализуется, и компания выполняет свои обязательства. И довольно четко заявляет, что готова их исполнять и дальше. Добросовестные сроки. Реставрация предполагает два метода. Протезирование и перебор. То есть пять из шести домов полностью разберут по бревнышку до основания, оценят состояние каждого элемента и соберут обратно. Сгнившие заменят современными образцами. К слову, экспертиза уже показала, что дом на Горького 17 изношен на 80%. Состояние остальных неудовлетворительное. Что исторически ценного останется от квартала, вопрос сейчас открытый. Как любая стройка, соответственно, и технический надзор, и архитектурный контроль, все эти аспекты будут обеспечены. Поэтому точно все решения будут выполнены в полном соответствии с тем проектом, который прошел экспертизу. Следующий этап – техническая экспертиза, которую планируют пройти за месяц. И уже осенью строители приступят к самим работам. Основные пройдут за пределами самого исторического квартала. Здесь площадей мало, не развернутся. У нас запланирован достаточно большой участок, порядка трех гектаров, на котором эти работы будут производиться. Объекты будут созданы, будет произведена контрольная сборка на площадках, потом они будут возвращены на место. Работа сложная, кропотливая, поэтому к универсиаде подрядчик не успевает. Это адекватная оценка. Исторический квартал планируют сдать в эксплуатацию в 2019 году. Екатерина Мазалькова, Вадим Куликов, Александр Шастин. Вести. Красноярск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова